А что, если я расскажу тебе то, что в игре имеется одно уникальное оружие и один уникальный сет артефактов, про которые ты даже и не слышал? Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. В сегодняшнем видео я тебе расскажу о двух секретных предметах, которые я нашел в игре. Да, эти вещи уже давно находятся в игре, но так или иначе, я уверен, что почти 90% игроков, играющих в геншин импакт, совершенно не слышали о них. Конечно же, это оружие и сеты достаточно слабенькие, но сам факт, что в игре присутствуют именно такие уникальные предметы, достаточно интересен. Начнем, пожалуй, с клинка черного железа. Этот клинок можно купить у торговца, который находится в Ли-Юэ. Вот сюда вот надо подойти, поразговаривать с торговцем и, в принципе, все. У нас есть такой вот синий клинок. Клинок увеличивает нашу атаку на 20% на 12 секунд после того, как мы произвели какую-либо реакцию с электричеством. Достаточно интересный клинок и удивительно то, что такого нет еще пока в фиолетовом варианте. Пробудить, конечно же, такой клинок возможности у вас не будет, но поиметь уникальный клинок с уникальной окраской будет приятным добавлением для коллекционеров. Второй предмет это кусок уникального сета артефактов. Итак, как же нам его добыть? Нам необходимо подойти вот к этому вендору и выбрать вот эти вот варианты ответа. После этого мы получаем себе вот такую вот чашечку. Уникальный сет носит название «Счастливчика». Два куска этого сета будут увеличивать нашу защиту на 100 очков, а четыре куска будет отхиливать на стен 300 очков каждый раз, когда мы будем получать мору. Да, интересный достаточно сет, но сам факт его получения очень интересен. Дело в том, что вендор будет предлагать купить нам святую воду. Да, если мы с ним пообщаемся, то он нам будет говорить, что святая вода повышает наши физические и умственные способности. Все очень просто, нам необходимо ее выпить, и мы будем такие сильные и прекрасные. Но дело в том, что этот торговец не такой простой, как кажется. Мы можем прийти в ночное время суток в это же самое место и увидим, как наш торговец наполняет бутылки со святой водой обычной водой из ручья. Как видите, не только наша православная церковь промышляет подобным. Но приобрести у него баночку святой воды для своей коллекции, конечно же, тоже можно. Вот такие вот два фановых предмета можно найти в игре «Геншин Импакт». Вот такое вот маленькое видео у нас сегодня получилось. Скажи, нравится ли тебе узнавать какие-то мелочи из мира Таевата? Если да, то обязательно напиши об этом в комментариях, мне будет интересно узнать, нужно ли продолжать подобную рубрику. Ну а так, надеюсь, тебе понравилось видео, большое тебе спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok